В Жуковском прошел 13-й международный авиационно-космический салон МАКС-2017, один из крупнейших мировых авиафорумов. Гостей ждала насыщенная программа и яркие выступления пилотажных групп. Подробности в нашем следующем сюжете. На эти шесть дней небо над подмосковным Жуковским оказалось в самом центре внимания. 90 воздушных судов взмыли в небо, чтобы в очередной раз поразить зрителей яркой летной программой, виртуозными фигурами и сложными маневрами. По традиции на МАКСе 2017 выступали русские витязи, стрижи и соколы России. Кроме того, в полетах также приняли участие российские пилотажные группы «Русь», «Первый полет» и «Чалавиатим», а также латышские и арабские суда. Впервые гости салона могли увидеть в небе учебно-тренировочный самолет Як-152 и ударный вертолет Ми-28НЭ. В этом году МАКС посетили более 450 тысяч гостей. Это на 50 тысяч больше, чем два года назад. Мероприятие собрало людей всех возрастов из разных уголков России. Здесь традиционно царит праздничное настроение, и никакие капризы погоды не могут его испортить. Я в позапрошлом году тут была, но тут все изменилось. Мне в этом году намного больше понравилось. Но жалко, что дождь начался и не продолжилось выступление. Очень нравится. Я впервые здесь. Очень приятно за организаторов, что организовали. Очень хорошо, очень хорошее. И чтобы это продолжалось, хотелось бы. Даже и дождь не помеха. Все очень нравится. Что особенно вам нравится? Ну, конечно, самолеты наши. Гордость нашей авиации. Помимо летной программы на МАКСе работала статическая стоянка самолетов и вертолетов. Здесь гости могли во всех подробностях разглядеть воздушные суда, сфотографироваться и зайти внутрь кабины. Авиасалон МАКС — это не только праздничное, но и деловое мероприятие. В этом году здесь было проведено свыше 150 конференций, круглых столов, брифингов, семинаров и презентаций. Подписано около 25 соглашений, контрактов и договоров. Одним из важнейших событий стала презентация системы по цифровому созданию авиационных деталей. В виртуальном цехе в присутствии журналистов был изготовлен первый цифровой болт. Это будет первый кибербезопасный болт, произведенный в вашем присутствии. До этого все показы были закрыты. МАКС проводится регулярно вот уже 24 года, каждый нечетный год. Прошедший накануне авиасалон стал 13-м по счету. Он превысил показатели предыдущей выставки не только по количеству гостей, но и экспонентов. Всего в мероприятии приняли участие более 880 компаний, в том числе около 180 иностранных производителей из 35 стран мира. Мария Лапчева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.